Всем привет дорогие друзья, меня зовут Павел и сегодня расскажу вам о том, как обрести гору грошей в Kingdom Come Deliverance. Начнем с первого немного муторного способа, но если ты шаристый парень, ты разберешься что к чему. Единственным требуемым элементом является шнапс, с помощью которого мы будем сохраняться. Если вы как и я крафтите его сами, то вам дорога в золотые горы, ну а если вы не наскребли и 120 монет на заветный пузырек, то вам ближайшему рой жейному ящику под легким замком, в котором каждые сутки респаунится лут для нищих селян. Но ближе к делу нам нужно двух таких фуфыриков, а теперь я объясню для чего и попытаюсь сделать это как можно проще. В Kingdom Come есть событие, которое для нашего глаза происходит как бы рандомно и нам нужно событие, которое называется путник на дороге. Как часто вы замечали, что после того как вы сохраняетесь на дороге вдруг встречается путник? Наверное часто, потому что с большой вероятностью, что после того как вы продали пекарю очередную партию краденого добра и сохранились, вы в Fast Travel направляетесь дальше по своим делам, и если не в ближайший город, то наверняка путник вам попадался. А что если я скажу вам и наглядно покажу, что после того как вы сохраняетесь и сразу в Fast Travel направляетесь куда-то, вам встретится путник? Вот смотрите, никакого монтажа на этих моментах нет, это не баг, не чит и не что-то еще. Я просто выбрал локацию первого пекаря и вторую локацию, в которую я перейду. Вот на этом месте чаще всего проходит путник, и часто это рыцарь, у которого мы крадем добро. Давай перейдем к твоему алгоритму действий. Допустим ты играешь, лутаешься или что-то еще, может ты просто зашел в игру и не знаю что, что тебе нужно сделать, сохраниться и перейти от первого мельника в деревушку повыше. Да, есть шанс, что спутника ты не встретишь, но он мал, и если ты вдруг не встретил путника или встретил не того, ты просто попробуй еще раз, ведь загрузившись обратно на резервный сейв, который ты конечно сделал, ты ничего не потеряешь. Муторно как-то, да? Ну давай повторим. Сохраняешься перед Fast Travel, встречаешь путника, желательно рыцаря, а еще лучше странствующего, соглашаешься с ним на поединок, отхватываешь пизделей, может быть конечно и нет, потом подходишь незаметно сзади, оглушаешь, крадешь все ценные вещи, валишь, а потом их продаешь. Предупреждаю сразу, что зациклить этот способ сложно, я пытался отходить в сторону, ждать пока жертва очнется и Fast Travel обратно возвращаться, чтобы рыцарь заспаунился снова, но увы и ах, так не случилось. Закончим с тем, что кажется абсурдным и перейдем к тому, что в рамках игры более реально и более логично. Если ты уже вырос из сапог бедняка и рваной фуфайки, то наверное ты уже знаком с мельником, это тот самый мужик, у которого ты по сюжету две недели грил булки в режиме All Inclusive. Так вот этот брутальный бородач научит тебя взлом из замков и карманным кражем. Карманные кражи можно забагать, мельник заходит за здание и стоит там очень долго, ты конечно же должен этим моментом воспользоваться и каждый раз обращаться к нему с просьбой набраться опыта. С полученными умениями ты идешь вот к этому мужику, ждешь нужный момент и практикуешь кражу еще раз, только так, чтобы он стражу не вызвал и по шапке тебе не надавал. Лучше сохраниться. Предварительно обратись вот к этому молодцу, возьми заветные сапожки и дуй к двери от которой ключик. Выноси столько сколько сможешь, не забудь только свои кастрюли с себя поснимать, а то загремишь и в кутузку определят. И как ты думаешь, это можно повторять много раз? Можно украсть ключи у других торговцев? Конечно. Давай дальше, хотя если ты весь такой ждешь гайда как без затрат и абсолютно ничего не делая в самой реалистичной игре на 1 квартал 2к 17 года заработать кучу бабла, то дергай за канат и макака почешет зад, потому что у макаки денег тоже нет и нахуй ты вообще тогда в киндом кам играешь. Хотел без скилла подняться, без затрат, а скайрим помнишь? Там нужно было еще дрова рубить, но тут топором махать не надо, тут тебе ни нордов, ни суровых зим и драконы только на стягах, так что садись на колени и чеши по холмам нюхать ромашки. Со временем и навык вкачаешь, который в алхимии потом категорически понадобится, и макаку обрадуешь, что на ржавый меч ты уже заработал. А пока ленивые мечтатели думают, как пахнут ромашки, я закончу самым дельным методом. Звучит он вроде бы банально, браконьерство, но этот способ прокачает не только ваш кошелек, но и ваш навык охоты, стрельбы из лука, ловкости и даже скрытности. Смотри на видео внимательнее, если ты будешь делать так как я, получишь профит в 3000 в одни игровые сутки, а точнее даже в почти 16 игровых часов. Пройдемся по тому, что тебе понадобится на моем примере в первую очередь снаряжение. Мой инвентарь и инвентарь моей лошади максимально пусты. Я взял только самое необходимое, лук, стрелы, меч, кинжал и легкую одежду. У лошади особое седло, все что надо для лошади кстати купить можно вот тут. Какое аглоритом действие у тебя? Ну смотри, ты должен быть готов примерно в 5-6 утра вот на этой локации. Едешь напрямую в лесу, где спауняются олени, зайцы, а вот тут даже косули. Прямо залетаешь вместо спауну и убиваешь оленей столько, сколько сможешь унести. Зайцев можно щелкать для прокачки скила, ведь выстрел в цель добавляет очки опыта к навыку. И так со своей лошадкой собираешь максимум мяса и вези это все ко второму мельнику напрямую. Кстати, там еще косули не забудь захватить. У мельника мясо продаешь свежего столько, сколько сможешь. Далее дуешь ко второму, так как у этого неожиданно кончились деньги. Продаешь свежего мяса по максимуму ему, шкуру и всякое барахло скидываешь в ящик. Оставшееся мясо варишь, чтобы не стухло и дуешь продавать его дальше по продавцам. Немного о косулях и готовой еде. Вот тебе скрин и ты сам видишь насколько дороже приготовленное мясо косули, которое было сырым, а стало вдруг почками выгодно к продаже. Беда только в том, что если у тебя руки как у макаки того парня, который хочет всего и сразу да полегче, то косули трудная добыча. Так что иди на стрельбище и качайся до тех пор пока не почувствуешь, что ты владеешь стрельбой. С этим способом вы нафармите за игровые сутки товара как минимум на 3000, если очень лениво стараться. Ну а если твой протеже выше умом да и скилом подтянут, то ты толкнешь мясо куда дороже. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, рад был стараться и если хочешь видео о том, как сделать больше денег у торговцев или гайдов еще, ставь лайк и подписывайся на канал, тут однозначно будет интересно. Ну а я с вами прощаюсь, всем добра.